привет друзья ну вот мы и снова встретились с вами на канале soundcheck 39 который посвящен недорогим наушникам из китая предлагаю сегодня забыть ненадолго о новинках а поговорить о достаточно немолодой популярной беспроводной гарнитуре qci qi8 признаться я давно хотел рассказать о ней но как всегда то руки не доходили то времени хватало только лишь на новинки и сегодня я исправлю это недоразумение тем более что как раз ко мне приехали эти наушники в белом цвете qci хорошо известны своими беспроводными гарнитурами нашему брату у компании достаточно большой модельный ряд я уверен что рыская по просторам али кто-то из вас наверняка уже натыкался на это название qi8 одна из самых недорогих гарнитур компании и одна из самых по моему мнению интересно почему и чем именно сейчас вам поведаю приезжают наушники вот в такой обычной картонной коробке но со своими особенностями в этот раз продавец решил меня порадовать и подарил вот такой самый обычный кейс на замке с сетчатым кармашком внутри обычный дешевый но приятно что он есть давайте откроем коробку и поближе познакомимся с содержимым открываем и видим здесь два бокса один побольше другой поменьше начнем с маленького в маленьком у нас находится сама гарнитура вот в таком пакете вот она беленькая красивая выглядит очень свежо в боксе побольше находим дополнительные аксессуары мануал на английском и китайском языках micro usb кабель для зарядки устройства набор силиконовых насадок и набор силиконовых крюков для внутриушного крепления все больше здесь ничего нет давайте поближе и повнимательнее рассмотрим саму гарнитуру корпуса наушников изготовлена полностью из пластика как видим они достаточно крупные но очень легкие звуководы расположены под углом и прикрыты какой-то матерчатой сеточкой аккуратной ну а на внешней стороне правой чашки видим надпись юся и она кстати подсвечивается синим и красным во время сопряжения здесь же находится основная клавиша служит она для включения и выключения гарнитуры для сопряжения для постановки музыки на паузу и для ответа на звонок сбоку качелька регулировки громкости с таким мягким четким ходом и совсем маленькое отверстие разговорного микрофона на правом корпусе никаких элементов управления нет кроме микро юсб разъема который служит для зарядки устройства вот прикрыт он резиновой заглушкой которая просто ужасная с помощью ногти открытие извлечь ее не удастся придется пользоваться какими-то сторонними предметами либо булавками либо ключом для извлечения сим лотка ну вот так вот выглядит наши наушники сразу говорю что в посадке наушников придется привыкать потребуется некоторое время чтобы научить их сидеть в ушах надежно и удобно а виной всему комплектные стоковые заушины укряки как я их называю которые ну никуда не годятся они мягкие короткие и со своей функции удерживать наушники в ухе совсем не справляется желательно потратить время и поискать что-нибудь понадежнее я в прошлый раз заказывал вот такие и был ими доволен и с ними наушники уже сидят жестче и надежнее можно побегать потренироваться вот так эта вся конструкция смотрится ну а теперь перед описанием звука давайте по-быстрому расскажу о характеристиках и впечатлениях от эксплуатации версия блютуз у наушников 4 и 1 работает они на crs чипе поддерживаются протоколы hsp hfp а2dp и кодеки и 5x sbc mp3 и аэсси ну а по-русски ас работает qi8 на удалении до 10 метров от источника в режиме разговоров до 6 часов у меня к слову говоря меньше что-то около 4 или 5 часов выходила аккумуляторы это неточно имеет примерную емкость 120 130 миллиампер часов на полную зарядку тратится примерно около двух часов включается гарнитура и сопрягается при помощи все этой же большой клавиши расположены на правой чашке сопряжение наушников с устройствами происходит достаточно быстро в качестве подопытных использовалась десятка и redmi 5 и в обоих случаях проблем с сопряжением и разрывами связи не было для того чтобы устройство подключилась нужно нажать и удерживать некоторое время основную клавишу пока она не замигает красно-синим цветом сразу после сопряжения женский голос на английском вещает о удачном соединении но естественно есть версии с китайской тетеньки если вы покупаете эту гарнитуру с целью поболтать то проходите мимо в качестве именно гарнитуры qi8 практически негодно если собеседника вы слышите прилично то вот собеседник вас практически не слышит а все благодаря слабеньким микрофона который расположен ко всему очень высоко в правой чашке а вот если вы выбрали эти наушники для прослушивания музыки во время активного отдыха или тренировок то вы не прогадали ибо звучат они как такие нормальные проводные динамо я очень много слушал всяких беспроводных гарнитур и практически все они меня не устраивали качеством звука ну вот например валяется у меня тэн мог комфорт валяется без дела потому что звук у них никакой глуховатый и безжизненный хотя может быть они выглядят и немного посовременнее наши же герои преподносит нам сюрприз в виде детального и не по блютузовский объемного звука вот честно если не знаете послушать вслепую то по характеру подачи звука их можно легко спутать с проводными гарнитурами запас громкости очень велик недостатка в уровнях нет есть акцент на низах и верхах но при этом середина не атрофирована интересно вас на удивление ударный нет он особо не подразделяется однако приятно увесистый быстро для беспроводных наушников причем он одинаково хороший даже приукрашен не ярко выраженным сабом как в электронных стилях таких тяжелых металлических средние частоты назову их так игривые и достаточно выразительные они не сверх детально это нужно понимать однако в состоянии рассказать нам как должны звучать гитары настроенные на низкий строй или щепковые инструменты кстати и голоса звучат на удивление приятно и более или менее натурально высоких много и особенно они хороши в электронных жанрах и других среднетемповых тут даже тарелочки пытаются натурально перед нами рассыпаться сибилян ты проявляется в скоростных сложных и брутальных стилях особенно выраженные они скоростных гитарных запилах black metal и увы от этого никуда не деться ну и никто не обещал нам аудиофийского звука за такую цену да еще беспроводных наушников но все равно они поражают своим объемом и деталями сравнении с другими наушниками этой ценовой категории проверить поддержку и 5x у меня возможности не было iphone 10 и xiaomi redmi 5 не поддерживают этот кодек но этот факт никак не отразился на моих впечатлениях о звуке конечно в паре с десяткой сцены и объем были слегка шире и детальнее но и прослушивая музыку на redmi 5 я удовольствие получил естественно сравнивать эти наушники с хорошими проводными было бы глупо проводные у меня всегда будут в приоритете но на тренировку я с удовольствием конечно же беру эти и умудряясь насладиться и тренировкой и неплохим качеством звучания считаю за эти деньги наушники просто шедевральными рвать их сейчас можно за 900 тире 1100 рублей и людям не избалованным дорогими беспроводным звуком рискнул посоветовать приобретению их однозначно у qi 8 естественно есть свои минусы ну вот например эта заглушка прикрывающая микро юсб разъем меня просто выбешивает силиконовые крюки для крепления ухи тоже никуда не годятся их сразу на выброс благодаря слабому микрофону и немнятной передачи речи они точно оттолкнут от себя покупатели которые любят поболтать возможно излишние крупные чашки тоже можно отнести к минусам но это дело вкуса друзья в остальном а главное своими звуковыми качествами наушники способны только радовать а на этом все друзья ссылки на покупку наушников и аксессуаров к ним оставлю в описании в конце еще раз как всегда напомню вам все что сегодня вам рассказал сугубо мое мнение и полностью полагаться на него при выборе наушников естественно не стоит спасибо вам большое за внимание и ваше терпение если вам понравилось видео ставьте лайки и бейте в колокол подписывайтесь на канал если еще не подписались ищите нас в социальных сетях это у нас тоже всегда много интересного а с вами был канал салон чек максим и юлия пока и 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